В нашем городе администрации регулярно проводятся масса различных мероприятий для молодежи. Творческие и спортивные конкурсы, соревнования, встречи с интересными людьми и торжественные празднования. Но вместе с прогрессом меняется мировоззрение и интересы поколения. Требуются свежие современные идеи и проекты, а соответственно и активные, вдохновляющие молодежь руководители. Кандидаты на должность начальника отдела молодежи представили членам комиссии свои резюме и по очереди рассказали о том, каким образом они планируют развивать данную сферу. Ну вообще работа с молодежью, со спортом, мне это направление близко по духу, так как сам молодой. И развивать, я думаю, молодежную политику и спорт в том числе, это более приоритетное направление нашего города, будущее за молодежью. Представителей комиссии интересовало, какие проблемы в молодежной сфере будут решаться кандидатами в первую очередь. У каждого из претендентов на должность было сформировано свое видение о направлениях, в которых следует развивать молодежную политику. Профессиональное развитие, спортивное развитие укрепляет и внутреннюю политику, внутренний дух и самого человека, что в будущем даст нам подготовленных, зрелых людей. После небольшого совещания комиссия единогласно выбрала победителя конкурса. Ближе сейчас к молодежной политике Ренат, потому что он полностью последние годы четыре плотно работает с волонтерским центром. Он очень хороший программист, он очень ответственный человек, это из плюсов я перечисляю. Ренат Хабибуллин несколько лет подряд активно сотрудничает с городскими учреждениями и помогает организовывать мероприятия. На официальной должности он планирует поэтапно развивать сферу молодежной политики в нескольких направлениях. Молодежная политика, она неделима, то есть если человек активен, он будет заниматься и социальной сферой, и спортом, и другими полезными вещами для города. То есть нельзя что-то выделить, надо все сферы развивать одинаково.